Египет-то дали, я все перенес к себе уже, у меня на форуме стоит. Спаси Христос! Да, спаси Христос. Вам понравилось, да? Очень даже. Это настоящая церковь, но они считаются как еретиками, там, монофизиты или кто-то. Я думаю, давно уж пора пересмотреть был вопрос. У них рукоположение настоящее, пастыри, все как есть. Но думаю, если бы у них, ну, эта масса-то приходит людей такие, у баптиста 50-ти приходят. А возьми, надень на них платочки, то у него половины их не будет. Да, я тут ихнюю церковь коптов-то нашел. Это копты? Хочу с них, по-английски все, я английский свободно, как русский понимаю. Вот хочу пойти посмотреть. Но они изучают Библию постоянно, у каждого Библия есть. Так, подожди, сейчас у вас не видно, подожди, это, Виктор, это. Вас не видно, вас не видно совершенно. А что у вас-то? Загрузка что-то? Нет. У меня показано, что вы зависли. Ну, подождите секундочку. Ну-ка, давай. Что ж такое, а? Это связь у вас такая. Нет, посмотри. Мне звонят с разных стран, и нормально. Это Америка, это дальше, чем Европа. Ну, что тут надо делать? Это очень далеко, а ну, секундочку. Да и с Америки звонит нормально. А, давайте я перезвоню, может быть. Зависло, но горючо. Понажимай какие-то там эти кнопки-то. Это надо перезванивать. Одну секунду. Да, перезвань, надо вешать и перезванивать. Оно, понимаете, оно показывается, что загружается. То есть, не полностью загрузилось. Выпускай маленько, еще одну минуту. Загрузится. Вы меня видите или нет? Не видите, да? Нет, да, вижу, фотокарточка есть такая, вы лежите, и все. Не, ну вас вообще не видно. Что ж такое, одну секундочку. Сейчас я постараюсь исправить это. Оно зависло, что-то. Ну, у меня, смотри, в Германии, с Америки, там, с Австралии, все одинаково видно. Связь, понимаете, вот кружочек кружится, это значит, что зависло видео. Да, плохая связь тут. Вот сейчас вообще изображение исчезло. Интересно. Жалко, ну. Все жарко. Не знаю, в чем дело. Первые разы было отлично, я помню. Ну, я попробую. Если у меня сейчас нажму кое-что, если отключится, то вы на это не глядите, тогда это... Ага, хорошо, хорошо. Сейчас я попробую, вот нажму. Еще нету? Нету еще. Ну, подождите, ну секундочку. Что ж такое? Да. Странно. Еще хуже стало, представляете? Надо же, я старался как лошадь делать. Все такое. Понимаете, сейчас вообще все поисчезало. Вот тебе надо. Но зато слышно. Да. Жалко. Это связь. Так-то все нормально. Значит, посылочки еще не пришли к вам. Не, ничего нету. Ничего нету. Пока что. Ну, это далеко. Это... Это мы... Вы послали почту или UPS? Какая вот... Почта, почта. А, почта. Ну, это долго будет идти. Она не быстро идет у меня тут. Это долго. Ну, вы знаете, я на интернете нашел эти книжки. Вот. И... Очень интересно все. Я вот хочу протолкнуть в церкви зарубежной вот идею именно образования такой общины. Я митрополита буду эту субботу видеть в Нью-Йорке. Вы знаете что? Если речь идет об общине, спрашивают, а вот меня, вы могли бы преподать уроки, как образовывать общину? Я говорю, конечно. А сколько на это требуется? Я говорю, один час. Третий том открытым оком. И там есть пособие по изучению Евангелия от Марка. Вот откуда начинать надо. Живое общение с Богом. А если этого нет, ничего и нет. Вы слышали такая Светлана Копылова поет? Ну, конечно. Ну, вчера она была в Барнауле. Позвещера вечером. Интересно, да-да. Билеты там от 600 рублей там выше. И мне еще месяц назад звонили, там оплатят, пойдемте. И сегодня я на этот вопрос отвечаю на форуме. Вопросы и ответы. На форуме первые строчки. Там администрация нашего форума взялась за меня прям крепко так. Отобрали у меня о поездке и сами делают, выставляют. А я тогда уже копирую. Дескать, вы ужимаете их три с половиной раза. И видимость хуже намного. И потом вопросы и ответы. Я не вхожу в контакты в одноклассники. А они туда меня сунули. И ответов пришло уже больше тысячи за неделю. Ну, и люди, которые спрашивают, я тут же ответы даю. Вопросы их и ответы. Вы обязательно посмотрите. И как раз от Светлани Копыловой я отвечаю, откуда она, что и почему я не пошел. Вот. На форуме у меня первые самые строчки. Вопросы и ответы. Сейчас я посмотрю, как они называются. Минутку. Вы знаете, у вас что-то с компьютером. Это у вас что-то там. У вас компьютер нормально работал эти дни последние? Абсолютно нормально. Ну, что ж такое? Вопросы Игнатию Тихоновичу, на которые люди ждут ответа. Вот как. У меня настолько нормально, что я боюсь к нему прикоснуться, чтобы не сделать хуже. Представляете, что ж такое оно. А вы зайдете, когда увидите по скайпу последние мои беседы с мусульманкой, там это, с Амирой. Вот один больной там Димитрий. Сергей. Это, Сергей. Парализован. Вот посмотрите, тут же все прям. А это в Mail.ru у меня стоит. В Mail.ru. Я смотрел, мне очень первое понравилось. Очень сильная беседа. Вы насчет смерти. Очень сильно. Мне больше, чем и у Сысоева понравилось, чем у Стеняева. Потому что это вопрос вопросов. Как решается вопрос приговора вот этого смертельного. Да. Вот это он. Вы даете ответ прямо, я буквально, я Стеняева отослал ваше видео, там у себя выступил на Фейсбуке. Очень сильно. По Библии прямо, вы знаете, очень понравилось. Очень понравилось. Я вам выставил там два видео. Одно Сысоева, другое Патриархи Кирилла Бескуплений. Очень хорошо. Я уже все это переставил вчера. Уже все это стоит на моем форуме. Да. Сейчас вот ересь всякая появляется. Вот Осипов. Осипов, что якобы Христос-то не искупитель, а искупление, это западный термин, понимаете. Никакого не было исполнения закона справедливости. Вот. И пытается прикрыться святыми отцами. Я вот слушал лекцию Осипова. Это ересь, самая натуральная ересь. Вот. Я это самое... Вот когда прослушал отца Данила Сысоева, понял, насколько это вообще... Это ересь вредная. Вот это антологическая теория, знаете, что Христос спас не именно искуплением вины, что невиновный умер вот за нас, а тем, что он соединился с человечеством как бы. Ну, такая идет игра слов, но сама суть утеряна, что Христос умер за нас. Понимаете, что этот закон должен был быть исполнен справедливости. А Виктор, я вот еще хочу сказать вам. Вот. Большая ошибка и у миссионеров, и у всех, то, что они стараются одержать победу над тем, над кем беседуют. Это первое. Этой цели не надо ставить. Никакой победе речи не идет. Я должен возвестить истину согласно того, как открыл Дух Святой. Вторая ошибка, это не менее у них важное, что они не пользуются добрым от своих оппонентов. Они видят так, вот плохое, значит, под нож. У меня не так, я подхожу совершенно иначе. Вот некоторые спросят теперь, вот вы беседуете, а вы что, не согласны с этим, с Данилом Цисовым? Согласен я, но у меня другой подход. Он много разбирает о Мухаммаде и кто есть. И за счет отрицания, как у Екатерины Великомучениц, она этим занималась. Вот тогда он старается сделать у них отвращение к Магомету, отвращение к исламу. У меня совершенно другой подход. Апостолы этим не занимались. Они шли и возвещали о Христе, об искупительной жертве, заместительной жертве. Я грешник, я погиб, я погиб окончательно и бесповоротно. Но Сын Божий, по милости, по любви ко мне, берет на себя мою вину. Вот это центральный момент. Мы все смертники. Мы все окончательно, бесповоротно приговорены к смерти. Да как мы ходим на исповедь? Тысячи исповедей тебе ничего не дадут. Исповеди были у евреев, исповеди есть у мусульман. Исповедуются. Хоть сколько ты исповедуешься? Возмездие за грех смерть. Ты грешник признал, признал ты смертным. Вот отсюда я нашел центральный стих беседы с мусульманами. Римлянам 6.23. Я проведу беседу, а потом я тщательно анализирую, и притом не один, где были допущены нами упущения, какие слабости. Ошибок мы не находим. Нету. Это потому что я знаю миссионеров самых знаменитых. Но и в их работе я нахожу возможность поставить на современность. Слово Божье живо и действенно. Вот оно так и висит у меня здесь. В каждой комнате. То есть оно живо для сегодняшнего дня. Оно живо и действенно на меня. Конкретно. Вот мой подход как миссионера. На днях на меня сильно напал, можно сказать даже, беседе с одной прихожанкой, дочерью, которая у нас, женщина из Германии, принимала крещение, Валентина Астартесовна, ее дочь Татьяна. И вышла на Олега Стеняева. А я его, знал, к нам приезжал, я его в больнице в Москве посещал и прочее. Он Лапкин раскольник. Теперь я эту формулировку его начинаю со всех сторон осматривать. Как он? Но! И он не удержался. Вот они начинают меня когда где-то долбить, но они не могут удержаться изнутри, что-то у них делается. Вдруг он забыл и говорит, необыкновенно, там, продуктивно, необыкновенно успешный миссионер. Если он сам миссионерствует и называет так, значит, он находит, что это что-то есть. Так? Да-да. А, например, апостол Павел говорит об Исаии. А Исаия смело говорит. Ну, более смелым, чем Павел, трудно сказать. Но если он говорит о другом, что смело, это значит, действительно, сверхзапредельно смело. И вот я когда смотрю их, недавно Андрея Кураева, какой-то там преподаватель физиологического факультета с Красноярска, был у отца Андрея Кураева, и он говорит, самый знаменитый проповедник-миссионер в России, это Лапкин. Я, конечно, знал его добрые отзывы, но что именно вот так он возвышает, я опровергаю это. Как я могу быть знаменитым? Там Осипов есть и другие. Притом, самый, бывает, иногда один из самых, это еще бы ладно, там, сползло. Но это не прямо... Но я-то упоминаю о Кураеве-то не один раз. Не один раз. А минимум где-то 125 или 175 раз. И не всегда положительно. Я говорю, и вдруг слышу от него вот такое, видите, как разное. А об Олеге Синяю я везде упоминал до последнего времени, что все, говорит он по Писанию, он более правильно, чем другие. Хотя, ну, как он сам о себе говорит, там, как к нему относятся мусульмане, был он там, пьян, это, выпивший такая, морда вот наглая, вот он настоящий попа там. Его там ваххабиты или кто-то задержали там. И там говорит о публиках охочет, слышно за кадром-то, перед кем Олег Синяю выступает. Я сразу же дал опровержение. Нет, с мусульманами так и говорят. Ни о каком смехе не может идти речь. У тебя кровавая пелена будет перед глазами. Ты должен подойти к ним с великим сочувствием. Это хорошие люди. Но они не имеют выхода из тени смертной. Вам понятно? Да-да-да, конечно, конечно. Ну ладно, а то я... Не-не, очень интересно. Игнатий Тихонович, очень интересно, они могут оторваться. Продолжайте, очень интересно. Ну я подхожу к тому, что вот сейчас, вы только зайдите на форум. У меня написано вот сейчас, прям на первой странице. Вчера я поднабрал там пение. И сравниваю с Копыловой и с другими. Копылова она не имеет духовного рождения. И посмотрите, вот обращается Юрий Богачев. Виктор Клименко. Это они не у православных. Они там у баптистов, может быть, а может у отделённых баптистов. Сравните их песни, их репертуар. Я далее выставляю песнопения, которые поют баптисты. Почему вы не берёте, да, как вы смотрите, вот я им показываю. Он рукой махнул там, отвернулся. Да как же вы можете так говорить-то, смотреть на них-то? Вот эти люди, которые сидят, посмотрите на их лица, там, баптисты. Какие они чистые. Какие они красивые. Какие они хорошие. Как они активно поют. Ты посмотри. Это всё были бы православные. Это вы их упустили. У вас душа разве не замирает от страха, что за них придётся отвечать? Они удовлетворились своим вот этим, ну, даже корпоративным нельзя назвать, а чисто таким местническим положением, там, адвентисты, другие. Я адвентисток также положительно отзываюсь. Какие они хорошие. Вы им не дали то, что необходимо, живое, понятное, высокозаумное, непонятное, ну, там, высокого уровня, там, песнопения, богослужения, православное-то. Но для людей-то они непонятные. Почему они непонятные? Посмотрите, как они вдохновенно поют. Как они играют. Это мы их туда толкнули своим поведением, презрением к Слову Божию. Почему у вас не дрогнет сердце? Я не священник, но я не могу без слёз смотреть на это. Это наша вина. Я сижу, кричу, останавливаю передачу. Это песнопение. И становлюсь на молитву. Не менее семи раз в день вчера я ставил эти темы, песнопение, там, баптистки. Ну, Бога легко искать, Бога легко найти, вижу Бога, мечту, и там, дал нам новое имя, назовут христианин. Я на каждом останавливаюсь, и слёзы застилают глаза. Что мы наделали? Вы понимаете, что эти люди вне церкви. Вы додумаетесь за то, что за одну душу, если придётся отвечать, и жизни не хватит. О, священники, я не священник. Мне это дано понять. Сочувствие, милосердие и страх. Почему они мёртвые, попыта? Почему они не хотят слышать? И вчера вдруг я нахожу. Не где-то, а в интернете. Вот. Он там выступает, ну, этот выступает, тоже там выступал-то у них Каскун, кажется, или ещё кто-то. И они там борются с Александром Невзоровым. С ним бороться-то как? Ему только истину открывать. И один пишет так. Я сейчас прочитаю это. Хаут его звать. Почему он так, я не знаю. Попы настойчиво и тупо прививают к себе только ненависть и презрение. И чем больше они усердствуют, тем сильнее растёт неприязнь. И в самом деле, как ещё относиться к профессиональным поберушкам, демагогам-извращенцам? Ни интеллекта, ни совести, ни культуры. Только пафосная нахрапистость и непомерная наглость. Скоро начнут на заборах писать «Слава РПЦ!» И когда только сгинет эта нечисть, гнуснее шайки нет на свете. Ведь подвели-то его к этому мнению, это кто-то. Мы должны всё-таки увидеть сами себя в этих высказываниях. А не только когда «Батюшка благослови» и «Батюшка благослови». Вы меня слышите? Да-да, я слышу, только не вижу ничего. Я тоже не вижу ничего, но... Зависло, всё зависло. Я вот, смотрите, я вот, мышка, да, у меня кружочек, я ничего не могу не открывать. Только вас слышу и всё. Единственное, что... Ну ладно, Виктор, главное, что слышим-то, а это уже... Можем считать, что обойдёмся без этого. Вам понятно, что я говорю? Да, да, значит, тут есть два момента, Игнатий Тихонович. Я очень об этом много думал. Первое, это наша вина, конечно. Конечно, что мы извратили истинное православие. Какое истинное православие? Это православие Древней Церкви, когда людей без рождения свыше не принимали, не крестили. Когда Библию изучали, постоянно учили в Церкви. Понимаете, не только была ритургия. Людей оглашали, катехизировали, читали Библию. Когда действительно вера была живая. Да. То есть это утеряно. Библию среднеправославную он не читает. Вот это я даже... Сейчас больше начали читать, больше. Я вот единственное, не знаю почему, но вот хорошее такое вот как-то в последнее время, когда я с людьми говорил, Библию начинают читать. Может быть, под влиянием таких вот священников, как Олег Стеняев, я не знаю. Но Библию начинают больше. Но, но, православные не читают Библию как сектанты, как протестанты, как баптисты. Они даже и близко не приближаются, понимаете? Если вы зайдёте, вот тут рядом баптистское собрание взять, вот рядом, где я живу, и немножко дальше православная церковь, провести опрос, никакого сравнения вообще нет. Понимаете? Никакого сравнения вообще нет. Авторитет Библии, конечно, церковь, он не потерян, скажем, в церковном вероучении православном. Но на уровне приходской жизни авторитета Библии нет. Священник будет давать ответы. Тот старец сказал то-то, я думаю, так-то. Патриарх сказал то-то. Ни одной ссылки на Библию почти. В основном, понимаете? То есть потерянный авторитет Библии. Библию не... Её боятся даже открывать. Потому что скажут, вот я ещё открою, ещё и в ересь поду. Такое вот лжесмирение, понимаете? Которое, кстати, противоречит полностью, что святые отцы говорят. Виктор, я прошу, подожди, не забудь мысль. Вы не смотрели ролик, где я в храме говорю проповедь в Грузии нынче был? Смотрел, я всё пересматривал это. Вот это я как раз об этом и говорю. Что они сделали послушание по стае молитвы. А после молитвы это то оружие, с чем изгоняется сатана. Так от кого эти слова-то, если против поста и молитвы они говорят так? То есть, что угодно говори. Главное послушание, чтобы твоё было. Послушание. Стоит в алтаре священник, вот так головой кланяется, как у стены плача евреи. Так вот, просто головой мотает. Как, говорит, на лошадь от паутов. Я говорю, а что со священником? Так он, говорит, лет 10 или 20 в монастыре был. Они полностью, ну, проверять уже надо, на детекторы сумасшествия. Приехал у нас священник, Иннокентий молодой, так и романах, ездит всё время на Афон. Ну и как-то разговорились, и он расположился и говорит, ой, что там делается? А до этого привёз лапки плетёные повесил. Ну, сувенирщики разные там. Там молодые ребята на выступах, стоят, готовы броситься, орут сумасшедшие. Совершенно. Ему нормальная жизнь надо, ему надо жениться. Ему одной жены бы хватило 10 ребятишек. Он бы работал, пахал. А его туда монахи затянули. Ну, сколько он? Ну, помолился день-два дальше. У него нет внутреннего-то. Это ему наносное всё. Вот беда какая. Продолжай. Да-да. Так вот насчёт Невзорова. Но вот те, которые, как бы, ругают церковь, вот, первое, это плохой пример наш. Ну, я имею в виду церкви. Да. А второе, это их гордыня и неверие. Вот взять этого сектанта там, который, знаете, он оставляет каменты. Там, где вы с этой, с мусульманкой вот беседу ведёте, как он там православие ругает. Но ведь это же его гордыня. Понимаете? Понятно. Это же херес и невзора. Понимаете? Есть вот гордыня человеческая, гордыня. Это просто его, как бы, неверие, его неверие. Вот эта тьма, в которой он пребывает. Которая, даже если мы покажем пример, вот всё, как по Библии сделаем, православной церкви, всё равно свет Христов их не сияет, потому что тьма гордыни будет ослеплять его, их духовное зрение. Понимаете, о чём я говорю? У меня рамочка, рамочка воскачала. Слушай, рамочка, тут написано, неполадки в интернет-соединении. Возникли неполадки в интернет-соединении. Подождите, мы пытаемся восстановить связь. Одну секундочку, одну секундочку, подождите. В красной рамочке такое вот. Да, совершенно правильно говорите. Я согласен. Он не перестанет. Но этого-то у него не будет. У меня были примеры, Игнатий Тихонович. Люди, люди, у них проблемы. Читаешь им Библию, читаешь Библию. Ну и говорить, ну ладно, ну пойди к баптистам, там проповеду, хоть ты проповедью слышишь. Ничего не доходит. Ни баптисты, ни Антони Сурожский, ни святые отцы, ни Афеофилак. Человек просто не хочет огласиться, он не хочет пустить Слово Божие в свое сердце. Вот это основная причина, я бы сказал. И второй, это плохой пример, конечно, как вы говорите. То, что нету, просто Слово Божие не проповедуется и все. Батюшки только за требы деньги зарабатывают и все, понимаете. Крестят, может, чтобы возрождения духовного нет, крещения настоящего нет. Вот это две основные причины, понимаете, почему это не работает в основном ничего. А вот главное как? Это, как вы сказали, чтобы люди правильно, первое, первое, чтобы люди правильно входили в церковь. То есть надо вообще перестроить сознание семинаристов полностью. Понимаете, в миссиологии и катехизации вести три курса, основной предмет. А уже четвертый, пускай это будет практика. Вы понимаете, о чем речь идет? Да. То есть надо действительно поменять то, что отец Данил Сысоев хотел сделать, в принципе-то. А вы меня слышите, Надь Тихонович? Да, я слушаю. Но главное, как практику-то? Я-то когда говорю, ну это самое радикальное. Будь я патриархом, я же отвечаю. Прекратил первое дело на строительство храма, второе, в первый день открывает тысячу училищ. А где преподаватели? Абсолютно верно, согласен. Сто процентов вы правы тут. Я бы баптист, они бы подписали, которые православную датматику вообще не трогают. Научить любить Христа, любить Библию. Вот они преподаватели, лучше не найти. В любом варианте нужно искать не только в самом себе. Даже на практике пойти к другим, посмотреть. Говорят, а какая практика? Такая. Вот вы сказали, четвертый курс. Я считаю, половина надо, чтобы ходили они на собрание баптистов, адвентистов и учились проповедовать, как образовать общину. Вот что нужно. По-прежнему оставаясь православными. У меня случай был такой. Меня вызвали сделать печь, а печник 40 лет. В Красноярск, в Просфорне, сделать-то. А настоятеля в это время, Бурдин отец Александр, он благочинный Красноярского края, ну в советское время еще было, его вызвали в Енисея, там отца Геннадия стали заедать. Ну разобраться, поехать-то. А я работал с торговками. Ну помогали, глину мешать там, прочее-то. Ну и сказал, торговать-то нельзя в храме. А он уже ко мне священник-то расположился. А мне завтра не вычислить торговать-то, когда он приехал-то. Он не поймет, что за шум такой. Послал там служку и говорит, ну знаешь, что там у дверей-то такой народ столпился, и впереди-то никого нет. Он вышел, зашел и говорит, касса-то закрытая, эти торговые точки-то. А где они? Юля-то где? Нина-то где? Подошли. Так они вон молятся, подошли. А вы почему не торгуете-то? Ну как почему? Мы узнали, что торговать в храме нельзя, Господь порол и пороть будет. Они к нему, так я же сказал, я вынесу это. Ну вынесу я через неделю, не сегодня. Я же согласен с Игнатием. Но сегодня-то вы видите, служба-то остановилась. Они не идут. Как он разгневался? Что я ему дал в мусорный ящик? Он мне все испортил. Понимаешь как? Решительно навсегда порвать с прежним сегодня, не завтра. И что, он вышел из этого? Не вышел. Он не вышел из этого. Но Господь ему позволил. Я попросил его сходить к пятидесятникам. Там была некогда моя девушка, которая когда-то сватался. Вот. Она пятидесятница стала. И он туда пошел. И он вернулся. Знаете, он под этим впечатлением, он ходил, как будто бы другой человек. Это надо же, как они молятся. Когда они на колени склонились. Я никогда не видал, чтобы так молились. Это такая вера у людей. Все. Противосектантские курсы кончились для него. Я же даже грешно стал думать, не совсем ли он пятидесятником станет. Но нет, он в монахи потом подался. Вот штука-то какая. Ему надо увидеть было благочинному. Их три брата родных все священниками. Он закончил академию с красным дипломом. Это большой ума человек. Но он никогда не видел, как молятся. А когда он увидел, и речь шла не об языках. А именно о молитве, которой молятся баптисты. Молитва со слезами. Молитва, которая достигает неба. Слышно, как они молятся. И он, когда на коленях они стояли, вот это прошибло его. А он здоровый такой, крепкий. И вдруг смех пришел. Я смотрю на него. А это моя родина. Я там родился, я говорю. Я родился в этом. Мне нельзя быть другим. Я хотел бы другим быть. Но внутри меня развит этот огонь. Вот штука-то какая. Говори. Вы понимаете, что вот когда люди... Я тоже так людей направлял к баптистам, чтобы они пошли послушали. И баптисты постоянно говорят, что Христос умер за тебя. Понимаете? Постоянно. Вот это главная мысль всех проповедей. Но у нас-то это не говорится. Ну то есть я не говорю, что вообще не говорится. Но в основном о чем говорится? Чтобы мы не пазали на богослужение. Правильно? Да. Чтобы мы хорошо себя вели. Чтобы там... Ну тоже это правильные вещи. Но надо же начинать так с главного. Почитайте Иоанна Златоустова. Вот о чем он... Хотя бы почитайте. Иоанна Златоуста, Василия Великого. Замечательные проповеди. Кирилла Иерусалимский. Огласительные беседы. Понимаете? Потому что людей не учили основам православной веры. Не учили как проповедовать. А он к баптисту пойдет. Он хоть узнает, что Христос-то умер за него. Вы понимаете, в чем дело? А ведь с этого все начинается. Вся духовная жизнь. Все возрождение. Что мой грех. Сам Бог взял на себя. Будучи абсолютно невинным. Воплощенный Бог стал человеком. И умер на кресте Голгоф из-за меня. И этим была исполнена справедливость. Этим. Да возникновение-то баптистов, что не действовало. Потому что не учили. Абсолютно верно. Вот и все. Абсолютно верно. Вы слышали трезвенники в России общины организовали до революции. Конечно. Мы же много это не знаем. Вы понимаете? Вот параллельно с развитием баптизма, понимаете, как была контрреформация, католики сразу Библию перевели. Замечательный перевод у меня католический на английский. Замечательный перевод сделали. Начали учить под влиянием реформации. Потому что, понимаете, возник соперник. Понимаете? Возник как бы стимул для того, что надо двигаться, надо меняться. Вот реформация, она очень католиков в положительную сторону сдвинулась. Миссии начали развиваться там. Многое поменялось в положительную сторону. То же самое развитие штундизма в России, оно в какой-то мере повлияло на какое-то возрождение духовное, которое было в церкви до революции. Посмотрите, был собор в 17-м, да, кажется, по-моему? Да, в 17-м. Говорили о переводе богослужения на русский, обсуждали. Ну что вы? Там много, если вы посмотрите, что обсуждали собор, когда в 17-м, в 18-м годах был, да? Да. Вот. Вот наша эта церковь, которая сейчас, она еще не доросла до того, понимаете? Был момент какой-то переломный, уже хотели разрешить богослужение на русском. По-моему, разрешили даже, уже, по-моему, было какое-то разрешение, если я не ошибаюсь. Но оно не было утверждено, принято, не успели. У меня это все есть. Не успели. А сейчас вообще боятся даже на повестку дня его поставить. Понимаете? Значит, церковь тогда, она поднялась до осознания необходимости вот этих перемен. Понимаете? А говорилось и о значении, значит, толкования, чтения Слова Божия. Я читал вот эти журналы дореволюционные. Но очень интересно, вы знаете, какие были люди тогда, новомученики, да кто это были-то? Понимаете? Это люди, которые действительно были возрождены Словом Божиим. Которые действительно хотели восстановить вот истинное православие на Руси. Вот. А потом все это большевики потопили в крови. Все абсолютно. И все это опять с нуля надо начинать сейчас фактически. Вот. А штудизм действительно это был то, возник только по причине духовного голода, который в народе возник. Вот. Я так считаю. Именно так. А если, ваше мнение, а что вот вы думаете насчет старообрядцев? Вот я слышал разные мнения. Ну, во-первых, там благочестие было на более высоком уровне. Вот. Там больше у них была вера и вообще вера была более живая. Старообрядцы до революции. Да. Были единоверцы очень много, которые... Да я же... Это мой корень, я родился в этом. Ты что меня спрашиваешь-то? Интересно. Да у меня об этом сколько написано-то, ты просто не читал. Это все в книгах. Что-то я мельком так посмотрел там. Нет. Ну, вот я столкнулся как-то со старообрядцами, понравилось, вы знаете, понравилось. Ну, во-первых, благочестие. А сколько старообрядческих толков, ты знаешь хоть? Ну, основные, да, это поповцы без поповцы, да, основные два, да? Да, поповцы без поповцы. Поповских два только. Белокреницкая иерархия и древнеправославная Новозыпковская. Это две. Ну, это я знаю, это я знаю, да. А этих, которые есть, 50 с чем-то новое возникает, я уже не знаю. Но 50 это определенно. Которые друг друга совершенно не признают. Интересно. Интересно. Это, говорится, не то слово. Ты бы знал до конца, что есть. Абсолютно не принимается Слово Божие. Библия. Это сегодня они уже начинают показывать себя такими. Это ложь во спасение. Вот. Я тебе сейчас прочитаю, как было, когда мы были у них, там, в Новосибирске. Какой? У поповцев были у Белокреницкого. Да, 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 да. Тогда был Иосиф у них. Слушай, кавычки открываю. Божией милостью Иосиф, старообрядческий архиепископ Московской ФСРУСИ с сентября 22-го 1969 года. Это ошибка какая-то. Это не 69-й год, а 67-й. Ну, я так и оставляю, поясняю. Москва, 52, Рогожский поселок, 29. Телефон. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас, настоятелю церкви во имя Рождества Пресвятые Богородицы в городе Новосибирске, священнику Трофиму Артемьевичу Гребневу. Извещение. Благоговейный Иерей, отец Трофим, сообщаем вам, что старообрядческую архиепископию посетили прихожане новосибирского общины, супруги Игнатия и Надежда Лапкины, состоящие в отлучении от церкви за молитвенное общение с баптистами. Принимая во внимание искреннее раскаяние в допущенном соблазнительном поведении и обещание впредь не общаться в молитве с инаковерующими, считаем возможным снять с Игнатия и Надежды и Петемью отлучения и допустить их к церковному общению с верными. Основанием для снятия Петемии послужило также ваш, отец Трофим, письменное свидетельство об исправлении отлученных. Благословляю вас, отец Трофим, принять Игнатия и Надежду в церковное общение и поручаю вам, как духовному отцу, иметь о них пастырское наблюдение. Бог вам в помощь. Призываю на вас мир и Божие благословения. Смиренно Иосиф, архиепископ Московский Сея Руси. Это какое, это Белокреницкое согласие? Да, Белокреницкое. Я там и венчанный. И как только с нас отлучение сняли, ну оно было снято, ну и естественно, я должен был что-то дальше делать, думать, как дальше-то жить-то. Ну а дальше-то, как жить-то? Если и жить-то нельзя. Так вот, смотри. Я сейчас даже скажу дальше. Мне задают вопрос. Вопрос 3746, кажется, 11-й том. Всегда ли нужно подходить к священнику под благословение, когда видишь его? Ответ. Это я в университетах, когда вел занятия. Отвечаю. Мне самому было бы интересно выслушать, если бы на этот вопрос ответили разные священники, живущие в разных регионах мира. Большинство из них абсолютно за то, чтобы все подходили и брали у них благословение, когда видят в этот день его первый раз. Я лично подхожу только к тем, кого вижу впервые или очень уж давно не видел. Это дело не только ради недостающего мне благословения и ради успеха в трудах и безопасности, но и ради его самого, зная, насколько они болезненно переносят, когда к ним не подходят, согнувшись, рука на руку, лодочкой и губы трубочкой. В Москве как-то встретился я с Володей Седых, но это один из близких прихожан отца Дмитрия Дудкова, а он уже стал священником. Между нами были недопонимания, ну, когда-то где-то. Он раньше 30 лет стал батюшкой. Он долго терпел в нашем разговоре меня, что я не подхожу, а уже при расставании звякнул об меня кодила гнева разожженного. Заклеймил меня с горчайшей обидой, что я его унизил, не признав его священством. Тут тоже есть нюансы, подойти и не подойти, и что за этим притаилось. В Новосибирске, в доме Андрея Долгова, лучшего моего друга, встреча. И там два священника. Один мой духовник, отец Трофим, у которого я причащаюсь, вот который сейчас считали. Я к нему в ноги бухнулся. Благослови, отец Трофим. А он же, кроткая душа, смущенно так. Ну, я же не старший здесь. Старший же по званию был отец Павел Морозов из города Фрунзе, протеерей. Я к нему в ноги повалился. Благословите, отче святый. О, сурово, канонически, выверенно, по-старообрядчески смерил меня, как козявку в ногах обрезшегося. Затем на мои сложенные руки при всем счастном народе. А я тебя не знаю, может, ты еретик какой? В скобках. А он и приехал, чтобы разоблачить меня, как лютого и неисправимого сектанта Баптиста. И отлучить навсегда Церкви Христовой, что успешно и сотворил, нажаловавшись в архиепископию. Это старообрядец? Он старообрядец или нет? Он-то, конечно, старообрядец. Он не просто старообрядец. Он был духовник, исповедовал патриарха. Это патриарха. Вот этого архиепископа Иосифа. Теперь там у них высший митрополит, первый Иерарх. Он приехал со мной расправиться. И все клевету это он написал в архиепископии. И согласно, ну ему же доверяют, меня и отлучили. Но меня трогать нельзя. Это все подтверждают. Меня трогать нельзя никак. Он этого не знал. Он тронул. И случилось совершенно невероятное. Его самого запретили в служении. Далее сняли с него сан. Он все не кается. И запретили его отпевать умершего. И это не конец. Его дочь Маша образует новое течение. И теперь она руководительница там. Но когда меня принимали, меня там был священник, отец Иоанн. Он обнял меня и говорит, теперь можем вам сказать, кто на вас тогда нажаловался. Все это ложь оказалась. Это отец Павел Морозов. Вот. Теперь его у нас нету. Мы его полностью сняли с него сан. И хорошо, что вы все это выдержали. Трогать меня нельзя, я им всем говорю. Это не от меня зависит. А почему нельзя? Я не знаю почему. Я не знаю. Вот на меня газета тут напала, Московский комсомолец, очень известная газета. И они две статьи напечатали. Я попросил у них, называется, сатисфакция, удовлетворение. Извинения написать в печати. Они не согласились. Я подал в суд. Суд и выиграл. А кто писал, его нашли зарезанным убитым в подвале. Второй, который профессор участвовал, его повалили в подъезде, ножами всю заднюю свою изрезали и скололи. Который непосредственно в печати был, его оттуда выгнали. С ГТРК, радиостанции. Которая ставила передачу, комментировала. Ей запретили больше религиозной темы касаться. Это не мои слова. Меня в прокуратуре краевой говорят, что такое? Такой разгром там, говорит, вообще вещь невероятная. Я говорю, меня трогать нельзя. Нельзя. И просто меня, как человека, долби. Но то, что я делаю, нельзя трогать. Это дело божественное. Вы Зеницовка касаетесь. Так это ни один, ни два. Я сейчас поясню еще дальше, почему это так. Дальше я поясняю. Я так и застыл перед ним, оглянулся на отца Трофима. А он же неделю назад меня исповедовал и причащал. Но тот, кратчайше, смотрел на меня, ведомого уже на заклание. И тут начал отец Павел мне делать полную диагностику от макушки до гузна. От кончика языка до дыхательных альвеол. Ежели такие были во мне еще. Чтобы понять психологию священнослужителей, их реакцию на неподход под их благословение рукой, нужно самому побудьте их образе, что мысленно я и сотворил. Для них же это то же самое, как если бы кто не подал руки при народе, кому-то и сделал бы это выборочно. И люди бы это поняли. Он руки ему не подал. Значит, я его в чем-то зазираю. Когда наш батюшка, отец Аким, приезжает через неделю сюда, в храм, то люди все подходят к нему и берут благословение. Я этого не делаю. Ибо знаю, что будет богослужение, я подойду, как положено, и не менее торжественно. И настроение у меня будет соответствующее. Иные священники страсть как любят покрасоваться перед другими, что вот их так и любят. И уважают прихожане, что даже во время богослужения стараются пройтись по храму, а привыкшие к преклонению перед святостью и видимостью к прихожане, забыв про богослужение, кидаются к нему и кодят его пустому тщеславию. А он же раздает милости налево и направо и прямо и сзади. И когда благословляет кого-то, то как поберушка возле церкви не смотрит на подающего милостыню или берущего благословения, а устремлен взором на подходящую к нему очередную жертву. И этим он лучше всего показывает, что ему крайне безразличны эти козявки с рыбьими головами. 2 Паральпоминон 30.27 «И встали священники и левиты и благословили народ, и услышан был голос их. И возошла молитва их святое жилище его на небеса». Евреям 7.1 «Ибо Мерхиседек, царь Салима, священник Бога Всевышнего, тот, который встретил Аварама и благословил его, возвращающийся после поражения царей». Дальше Малахия 2.2 «Если вы не послушаетесь и если не примете к сердцу, чтобы воздавать славу имени моему, говорит Господь Савов, то я пошлю на вас проклятие и прокляну ваше благословение, и уже проклинаю, потому что вы не хотите приложить тому сердце». «Вопрос. 3902. «Я приносила старобрядцам вашей книги, а потом они перестали брать и сказали, что вы отлучены от церкви. Что они имеют в виду?» «Я отвечаю. Они имеют в виду свою обычную ложь, темноту и свирепость. Я была клеветом отцом Павлом Морозовым, может, это Павлик Морозов, что же вызрел для более важных доносов, что увел якобы всю молодежь к баптистам. Не молился, а увел. Я об этом уже отвечал немного в 11-м томе «Открытым оком». «Вопрос. 2406». Потом меня обласкали в архипископии освященник Сахаров, отец Иоанн. Даже обнял меня и поцеловал, похвалив, что мы всю эту клевету выдержали достойно, и сказал, что Кляузу возвел на нас протеерей, бывший духовник архипископа, отец Павел Морозов. И нам дали вот эту бумагу, которую я уже засчитал-то. В это время мы уже переехали в Барнаул, и я ни разу больше не был у старобрядцев на их молениях. Ни разу. Восписательный знак. Мне этого уже было вполне достаточно. И я совершенно твердо уверовал в то, что у старобрядцев трудиться в евангельском духе, благовествовать, миссионерствовать не дадут. Никогда. Так от какой же печной трубы могли меня они отлучать из-за этого, если я уже работал печником не у них? Я печник 40 лет. Но когда я уезжал в Америку в 92-м году, то был у них в архипископе Иоанне. Архипископ уже был Алипий, его брат Леонид, еще несколько человек с Антоном Александром вкупе. Очень хотели, чтобы я был у них на их условиях. Я тогда сказал, сначала проверьте, на каком я счету у вас. И секретарь очень долго искал, вернулся, ничего не нашел. А Алипий сказал, будем считать, что ничего не было. Я же просил на это их якобы небымши написать опровержение и разослать старобрядцам. Когда же я пришел первый раз на исповедь Покровский собор к отцу Симеону Титову, Московской патриархии, и рассказал ему все, спросив, могут ли старобрядцы налагать на от отшедшего от них прещения, то он только посмеялся над такой мыслью. Книги же мы не читать, старобрядцы вовсе не поэтам. А как сказала одна из них, моей сестре Валентине, Игнатий ссылается на Библию, а я ее не читаю и не люблю. Им до моих книг еще расти не одно столетие. Следует навести некую поправку в дату всего документа. По всей вероятности, здесь простая печатка на документе архипедскопии, так как отлучение было в 67-м году, а снятие в 68-м. В Барнаул мы приехали окончательно на второй день Пасхи в 68-м году. Да, это очень хорошо запомнилось тем, что мы приехали в Барнаул, не имея места, где остановиться. С нами была и моя сестренка Марфа, которой было в то время 8 лет. И она жила у нас в Новосибирске. Мы заехали к Корниеву, мы Иваново подеющего жене тети Поли, которых еще много раньше жили, на квартире почти все наши ребята. Они жили как раз за горбольницей, а на улице Молодежная. Пока я прощался с хозяевом, Марфунька выскочила за дверь второго этажа. Мы вышли, а ее нигде нет. Мы забегали по этажам пусто, на улицу, нет нигде. Что делать? Было чего захолонуть сердцу. Но мы встали на молитву. И вдруг с верхнего четвертого этажа выходят мужчины, выводят из комнаты живое невредимое. Столько забот долдала нам. Вот поэтому я и помню. Еще относительно отлучения. Оно было не только дико беззаконным, но и вообще основанным на абсолютной лжи и ненависти. Но как у старобрядцев, в кавычке, конь есть ложь во спасение, это 36-й псалом, где говорится, конь ненадежен для спасения, а по-славянски, конь есть ложь во спасение. Они говорят, вот лишь ложь разрешается. На ней можно в рай просто въехать. То это у них в порядке вещей. А клеветавший нас отец Павел Морозов жестоко и тоже вполнение оправданно был запрещен старобрядческой архиепископией в служении. Потом с него был снят санк, запрещено было даже молиться за него после смерти. Это уже запредельная свирепость старобрядцев. Причем тоже из-за высшего их арсенала. Желание уже после его смерти досадить ему и его родным. Непримиримая и вечная ненависть к Никону и царю Алексею Михайловичу с 1666 года растворила их в дремучей мстительности и непримиренности к тем, кто не с ними, хотя бы в одной букве, в одном не так пригнутом пальце. Попытаются ли они эти слова опровергнуть? Когда нам была уже выдана бумага, что отлучение снято, мы на самом выходе в тамбуре встретили Евгения Бабкова, старобрядца, чей отец Алексей работал в архипископии, который допустил меня к их библиотеке, где я провел доброе время и даже ночевал там. И с Евгением мы были чуть ли не одногодки. Он, кажется, окончил строительный техникум. Какое-то время мы с ним даже изжедко переписывались. И однажды, рассылая письма с поздравлениями с Пасхой, я допустил роковую ошибку. Письмо к Баптистам Иеремеевым, в доме которых я обратился, получил Евангелие и покаялся. Заложил к нему, а его к ним. Тех, конечно, не обратили особого внимания на оплошность, а вот уж старобрядец мертвой хваткой вцепился в слова, где я Баптистов назвал братьями. Он мгновенно вычислил меня и объявил мне войну. Ни о каком примирении не могло быть речи. И сколько я не писал к нему, сколько не пытался изъясниться, что в доме Иеремеевых я получил впервые Евангелие, все было напрасно. Он постаробрядчески не просто отверг меня, но делал все возможное, чтобы мне никогда не быть с ним в одной упряжке. Увидев нас в тамбуре, он грозно спросил, взглянув из-под лоби, а вы что тут делаете? Я все еще в эйфории и от радости тут же и сказал, незаконное это отлучение снято с нас. Он так и вскинулся, стойте тут, и побежал в канцелярию. Его долго не было, и, наконец, он темный и хмурый выдавил. Ладно, идите. То есть он уже снятое клеймо снова пытался навесить на нас. Так о каком же сотрудничестве, о каком братстве во Христе могла идти речь? О, если бы при самом начале войны против меня знали, а не с отцом Павлом, что ждет их. Этот Евгений, у него девять сыновей, кажется, потом служил в Гомеле, священником. Андрей Долгов, мой лучший друг из Новосибирска, один из самых близких и лучших друзей моих, встречался с отцом Евгением, и, как рассказывал Андрей Феодотович, они подолгу с ним гуляли ночами. Отец Евгений постоянно и очень настойчиво убеждал Андрея, чтобы тот порвал со мной всякую связь. И вообще не встречался. Но Андрей убеждал отца Евгения в обратном, хотя и безуспешно. Однажды, когда отец Евгений ехал в Москву, случилась большая беда. Идущий навстречу грузовик Долгуша, 6 метров, 12 метров длины, как мне описывали и нарисовали схему крушения, перерезал им дорогу, перескочил между пути. И удар пришелся как раз с правой стороны в спящего отца Евгения, которому не было ноно покаяния ни одной доли секунды. Мгновенная смерть. У него осталось 9 детей, как мне говорили. Еще один враждующий сошел с дистанции. Я помолился тут же о его несчастной душе, ибо он ушел в вечность тем, что переполняло его старообрядческое сердце с неправдой и ненавистью. Прости его, Господи, не ведал он, что творил. И так прошло уже тогда. 69 моих лет, и из них 46 в ангелям руках. Я постоянно убеждаюсь, что значит охрана Божия. Солом 16, 8. Храни меня, как зеницу ока, в тени крыл твоих укрой меня. Второзаконие 32, 10. Он нашел его в пустыне, в степи печальной и дикой, ограждал его, смотрел за ним, хранил его, как зеницу ока своего. Захария 2, 8. Ибо так, говорит Господь Савов, касающийся вас, касается зеницы ока моего. Все. Вам слышно? Да, 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 все слышно. Вот это старообрядцев. Значит, вы у них долгое время не были именно старообрядцев, я имею в виду? Нельзя. Моя теща, жены моей, мама, она на Сибирске. Я однажды приехал к ней, она сильно больная была, ну, ее, видимо, или хоронили даже уже, мертвая. Я зашел в храм. Ну, а в храме-то уже не литургия была. Кажется, у них, как бы на литургии, я бы вышел. Ну, правило такое, что я, если пришел без грамоты, тем более ни коня не должен стоять-то. И вот одна, там, прислушница, а сама из алтаря, женщина не должна в алтарь заходить, в Ладийский собор, 33 правило-то. И она оттуда и ко мне. А священник-то новый, там, отец Михаил Задорнов, он-то меня не знает, но по описанию, видимо, что-то он стал догадываться. А я стою у самой двери, прям порога касаюсь. Она подошла, а вы кто будете? Вы не Игнатий Лапкин? А я палец к губам поставил, показал, молитесь. Она пошла и узнала. Это же Игнатий пришел. Она к священнику, видимо, тот сказал, выставьте его за дверь. Она подошла, батюшка сказал, выйдите из храма. Я палец поставил к губам. Тихо. А, как раз молитвы считались на упаковое уже. Она умерла, теща, вот я и был. А какое я, осквернение сделал, гроб тут стоит. Моей мамы, второй. Ух, ты такой. Она прям выдохнула, прошипела и опять в алтарь. Но они не решились меня выкидывать. Это абсолютно непримирение. У всех сектантов, каких я знаю, десятки названий, самое свирепое это старообрядцы. Никакого покаяния, ничего этого нет. Притом ложь абсолютно, даже более, чем у московской патриархии. Если бы сказали делать выбор между патриархом, Кириллом, там даже Осиповым, ну, естественно, я бы избрал вот эту сторону. Там невозможно, абсолютно невозможно работать. То, что у меня есть, написанные книги, деревня, там, лагерь, миссионерские поездки, этого ничего не было. Занятия в университете, школах, заводах, фабриках, ничего бы этого не было. Я бы сидел только голову между ног и больше никуда. Вот и все. Да, понятно. Я говорю со знанием дела. Сознанием. Почему? Потому что я все это вкусил. А у вас в семье кто были поповцы или беспоповцы? Да белокреницкая архиепископия, ты что, глухой разве? Архиепископ-то у беспоповцев какой? А родились там беспоповцы. Ну, отец мой, отец, не отец, а дед, у меня отец Тихон Дмитриевич, он был белокреницким. Мы родились без поповствия. Но мать привела нам страх Божий, веру в Бога, и что будет суд Божий, и что есть ад и рай. И что интересно, вот люди, которые приходят, я говорю, у тебя избранник, что ты избранник Божий, ты когда почувствовал? Люди не могут сказать, я могу сказать когда, когда я стал осознавать себя как человека. Я в пять лет абсолютно уверен был, что я избранный Божий, и что мне быть в аду. Меня никто не мог убедить, что... Нет, я знал, что я буду в аду. До времени, пока в руки не попало Евангелие, я не узнал, что за меня умер Христос. Вот пятилетнему ребенку Бог вложил возмездие за грех смерти. В беззаконие зачатого в грехе родила меня, мать моя. Вот это я знал. Я всегда плакал. Я всегда молился, тайно таился и уходил. Наверное, с пятилетнего возраста уже. Мне Бог открытое небо показал однажды. Я домой приехала, мама рассказывает, тетка Палагея, это отца, родная сестра. Она шла, ухаживала там за лошадями, и она видела утром, рано в темноте, небо раскрылось. Я говорю, а когда? Она говорит, в четверг. А в четверг я шел в школу, и это я видел. Я говорю, я тоже видел. Я тоже это видел. Оно раскрылось, как раковина. И только одно, красное такое, вот как на дорогах бывает, люминесцентные знаки. И потом медленно-медленно стало закрываться. А я шел в школу и упал, голову задрал и лежал, и смотрел. Но это к делу не относится. Да, интересно очень, интересно. Ну что, давай сегодня прощаться. Да, что-то не получилось с изображением, ничего, в общем, это. Я пока читаю ваш новый завет с вашего веб-сайта, с толкованием фенфилакта. А комментарии там видите мои? Ну конечно, конечно. Они за комментарии меня готовы сжевать или нижуя проглотить. Пусть они хоть в одном месте покажут, что я неправильно говорю. Да, к истинному православию вот это вот. А вы выслали три новых завета и к истинному православию, да? Нет, один новый завет трехтомник выслал. Это три книги. А пакет можно получить только две, больше нету. А так как я там кладу одну, то я добавил два к истинному православию. Вот что я выслал. Ага, большое спасибо вам. Ну, давай, выключай, Виктор. До следующего раза. В это время и заходи всегда. Ага, хорошо. Значит, я постараюсь следующую неделю. У меня были там вопросы, хотел кое-чего еще вам рассказать. Большое спасибо вам. Я, видите, по скайпу назначаю кому, в какое время, в какой день. Вы заходите, значит, сегодня у нас что? Четверг? И заходите в это время и даже на полчаса пораньше. Ага, хорошо. Как зашли, зашли именно в то время. Это самое для меня подходящее. У вас 8.30 сейчас, да? Да, у нас сейчас 8.25. 8.25, значит, это где-то 8, 8 где-то, чтобы у вас было. Нет, 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 нет. Всем, всем где-то. Мы с вами уже около часа говорим. Около часа, окей. Хорошо, хорошо, Инатий Тихонович, все, буду отключаться, не хочу вас отлучать. Дел. С Богом. Ну все, до связи. До свидания. Спасибо вам. Отвечайте. С Богом. Слава тебе, Господи. Какая у нас хорошая беседа была. Он, Виктор, искренний человек. Очень. Очень. Это Бог его послал мне. Он на меня похожий, как копия. Я всегда просил, Господи, чтобы где-то человек какой-то обратиться, и чтобы вне моего влияния, но был такой же вот, я увидел, чтобы себя со стороны. У него дух ревности такой, он знает ту, другую сторону, это вообще чудо Божие. Видишь как? И при том, не один раз мне это Господь показывает. А то батюшка говорит, ну, конечно, это от тебя они там набрались. А вот со мной он не встречался, и он такой уже был. Так тут, что-то маленькое, может, дам ему, что ему дашь-то, когда он все знает? Я ему не могу ничего дать. Это он так просто скромнейший говорит. Он, видишь, какой ласковый. Давай, корми меня сегодня. Пошли. Ты уходишь, дрова колоть? Ну, все, тогда. Ну, слава Боже, пошли. Господь с нами. А я больше не могу.